всем привет привет всем отличной пятницы сегодня мы с вами будем смотреть расклад на тему что не дает процветать то есть что нам мешает напоминаю что в разделе сообщества есть анонс на блиц консультации этих выходных переходите смотрите приходите и будем смотреть ответы на вопросы если они вас интересуют в любой момент вы можете прийти ко мне на индивидуальную консультацию у меня есть три варианта консультации это часовая 30-минутная и на один вопрос недавно я добавила на тот вариант что ну вдруг есть какой-то вопрос и хочется получить только на один вопрос ответ вот иногда бывает такое вся информация есть под видео вот ну а мы с вами давайте приступим и так позиция номер один голубенький камешек смотрим единички что вам не дает процветать ой какой-то самообман как то вот вы обманываетесь каких-то своих желаниях свои желания своих каких-то целях есть такое ощущение что как будто бы не знаю как тут вы хотите то знаете с одной стороны вроде бы здесь есть желание да и получать удовольствие и это вот вроде бы ваше желание но что-то меня тут смущает а по семерке мечей не знаю что там как будто бы в чем тут самообман ну вы как будто бы самостоятельно не выбираете то что вы хотите сейчас секунду я пойму о чем здесь речь вот вы как будто бы не выбираете будущее того то то вот это вот богатое будущее которым о котором вы мечтаете и она вам не совсем нужно то ли не совсем понятно на здесь он дьявол играет здесь как будто бы знаете вот вроде бы вы себе говорите да что я хочу этого процветания я хочу этого богатства и да я к этому стремлюсь и такое но вот по факту здесь вы как будто бы этого не выбираете вы не идете в это будущее вы не уговорите воню мечтаете но вы не совершаете шаги в этом направлении почему и вам понять почему шестерка кубков ну не знаю как будто бы здесь какая-то вот незрелая позиция в этом то ли вам не хватает они то что здесь не хватает мотивация мотивация вы не понимаете зачем зачем вам это нужно то есть здесь знаете когда так интересно я вроде бы это хочу но может быть это какой-то наносное что ли желание может быть это не ваше желание потом поэтому вы туда не идете вот почему вы не идете в реализацию не знаю вы чего-то здесь выжидаете как-то переживаете эмоционируете много думаете но не делаете понимаете делайте кучу всех разных других действий да но не идете вы в это процветание не знаю придумаете себе какие-то отговорки я не могу там не знаю я разочарована очень много эмоций но эти эмоции они как будто бы как защитный механизм то есть из того что у вас есть эти эмоции вы себе как-то объясняете тот факт что мне это сказать мне это не нужно ну то есть даже не так вы себе говорите что я не знаю у меня там я разочарована либо прикрываетесь какими-то отговорками и разными эмоциями чтобы не пойти вот в это процветание а почему вы туда не идете да мне кажется вам это не совсем-то и нужно понимаете то есть вы такой человек вот если вам нужно было бы действительно выбор поставили себе цели пошли а здесь вы как будто вы играете сами собой вот в эту игру под названием что да я хочу мне нужно какое-то богатство мне нужно процветание на самом деле вот мне такое ощущение что вот это вам не нужно если здесь какие-нибудь там есть на установки комплексы которые мешают да нет ничего вам не мешает вот такой интересный момент видите стерка жезлов по жезлов вам просто не интересно у вас нету заинтересованности в этом почему не знаю на ответ почему выпадают разного рода эмоции разного рода эмоции не знаю может быть вы не хотите на чем-то работать что-то совершать здесь такое ощущение что вот вам проще об этом думать мечтать а потому что здесь такой потребности нету в теории либо на словах да вы можете говорить а по факту вам это не нужно и что вам нужно не знаю вам вам нужно сделать просто какой-то очень глубокую переоценку возможно есть здесь какие-то страхи сомнения как-то вот вы не уверены здесь знаете как и во всех вариантах обычном бывает да я понимаю что для того чтобы стать человеком которым я хочу до либо добиться того процветания которым здесь идет речь мне надо меняться а я не хочу вот и все вот в этом весе и затык я не хочу меняться я не хочу прикладывать каких-то усилий мне и так хорошо мне и так гармонично а если я буду что-то делать вот в том направлении да то я выйду из своей привычной зоны комфорта и я этого не хочу и здесь еще какие-нибудь негативные установки но все что по солнышку по детству там шестерка кубкова выпадала шут выпадал просто какая-то незрелость ну хочется знаете хочется еще поиграться в песочнице ну окей это нормально да то есть никто никого не гонит хотите играйте ради бога кто запретит вот начинаете себе придумать мне страшно я не понимаю я не знаю как мне пойти ну вот это я не знаю с чего начать это вот лепит маленького ребенка для того чтобы вот как-то ну просто отмазаться знаете когда нету ценности когда нету важности мы можем говорить все что угодно но сделать мы ничего не будем только то что нам действительно важно то что действительно актуально вот именно от души и мы это понимаем только тогда и мы будем вкладываться в это а здесь вы не намерены нету такой потребности да но окей не все же нужно быть процветающими изобильными и богатыми видимо вас все устраивает вот именно в том формате которым есть сейчас поэтому первый ответ он такой простой и достаточно быстрый да что вам не дает процветать вы сами себе не даете процветать почему потому что вам не нужно не хотите нету в этом надобности и это нормально сейчас нету позже на может быть и будет потому что не знаю когда надо люди действуют так позиция номер два смотрим двоечки почему вы не процветаете что вам не дает процветать что не дает процветать если будут как будто бы какая-то неуверенность в себе может быть какие-то детские обиды какие-то травмы здесь просто человек еще не не созрел до уровня самодостаточности да вот когда он готов двигаться здесь такая незрелая незрелая еще личность ну не взрослые здесь вы как будто бы вот уверенности почему нет уверенности да а в себе хоть быть бы есть определенный опыт есть определенные знания но здесь здесь просто вот знаете как это душа маленького ребенка которая ну который еще не нужно то есть вам еще нужно как будто пройти какой-то опыт вам нужно повзрослеть то есть как всему свое время здесь не ваше время здесь вы находитесь в состоянии колесницы человека которому знаете нужно еще много разных моментов попробовать да прежде чем пройти к процветанию то есть процветанию приходит такие знаете взрослые взрослые личности которые понимают для чего им это да как этого добиться а а здесь маленький ребенок ну может быть чем-то вы даже и и обижены если здесь какие-то установки ну да здесь очень много моментов непонимания что на самом деле является показа здесь такой знаете ребенок который нуждается в маме да то есть человек который нуждается в каком-то проводники в каком-то наставнике в каком-то более взрослым зрелом человеке которые будут постоянно что-то подсказывать который постоянно будет куда-то на что-то указывать, поддерживать. Ну, здесь маленький ребенок, который должен повзрослеть. Потому что здесь есть внутренние ограничения, здесь есть внутренние запреты. То есть здесь до изобилия еще очень-очень далеко для процветания. Потому что здесь человек проходит только опыт. Он только понимает, что значит материя. Есть ли еще какие-то установки? Он себе многого не разрешает. Здесь есть какие-то правила. Причем эти установки, они детские. Вот как в детстве вас чему-то учили. Вот так вы в соответствии с этим учением и живете. То есть вы еще даже не пересмотрели свои какие-то убеждения или какие-то детские программы, которые мешают вам в изобилии. Здесь вот такое ощущение, что человек, который, как ему раньше сказали, мама говорила, например, не разговариваясь с чужими дядями и тетями, то велика вероятность, что здесь может быть какой-то страх незнакомых людей. Пойти завязать разговор, либо о чем-то их попросить, либо о чем-то там, не знаю, спросить. Ну, то есть вот какие-то зажатости детские. Детские здесь. Есть еще что-то? Ну, здесь человек еще и спонтанный. Плюс ко всему, да, он быстро сгорается, быстро перегорает. Надолго не хватает. Ну и проблема, конечно же, с выбором. То есть я не всегда понимаю, что я хочу. Я не понимаю своих собственных желаний. Очень часто, ну, я говорю, детская позиция, очень часто расстраиваюсь, огорчаюсь, когда что-то не получаю, когда что-то не понимаю. То есть здесь вообще не процветание. Почему? Потому что, ну, здесь вот душе необходимо еще какие-то опыты проходить. И велика вероятность, что, ну, вот здесь какой-то долгий путь надо. Может быть даже не одно воплощение, а несколько воплощений, прежде чем, вот знаете, как созреет. Как персик, да. Но пока он не созреет, он не даст соки. Ты можешь, конечно же, зеленый персик съесть. Вот. И потом прочистится твой организм. Но это не будет то, что... Ну, это как-то вот насильно, что ли. Не время. Просто здесь ответ один, да. Не время. У вас какие-то другие моменты должны случиться. На что вам нужно обратить внимание? Ну, вот опять выбор, да. То есть надо научиться делать выбор. Надо научиться понимать себя, свои собственные желания. Что я хочу. Вот над этим надо сейчас работать. Над тем, как вы совершаете выбор. Над пониманием того, что правильно, а что нет. Над пониманием дуальности. Здесь еще... Процветание – это, знаете, такой конечный результат, когда вот человек уже созрел, и у него взгляды на жизнь иные, да. У него и ценности другие. Приоритеты абсолютно другие. Не такие вот, как у среднестатистического человека, да. То есть у него взгляды другие. Нету привязанности, да. То есть человек понимает, что по жизни я иду легко, как, не знаю, как гость на этой земле, да. Пришел, получил опыт, пошел дальше. А здесь очень много привязанности. Здесь есть какие-то убеждения вот касательно того, что надо служить. Здесь очень человек находится вот в дуальности, что правильно, что неправильно. Вот добра и зла, как надо, как не надо. То есть вот вы еще вот такие вот уроки проходите. То есть до процветания вам еще далеко не потому, что это вот, как это сказать-то правильно, вам еще предстоит много уроков пройти. А просто вот на том этапе развития, на котором вы находитесь, ну то есть вот об этом еще не задумываются. То есть допустим, вот вы только пошли в первый класс, да, и вы не будете задумываться о том, какой университет вам нужно закончить и кем вы хотите работать. Ну то есть есть какие-то другие моменты, на которые обращаешь внимание. Там на последовательность первого, второго класса и так далее. Дальше потом идет какое-то образование, и только потом ты думаешь о выборе профессии, кем ты будешь работать, либо еще что. Ну то есть есть какая-то вот последовательность. И вот вы находитесь в самом начале. У вас даже, возможно, и мыслей таких нет, потому что даже если они приходят, они очень быстро сменяются на что-то другое. То есть то, что соответствует вашему этапу развития. Здесь как будто бы акцент нужно сделать на абсолютно другие вещи. Это не говорит о том, что вы должны жить в бедности. Это говорит о том, что вот просто, знаете, согласно пирамиды Маслу, для того, чтобы выйти на другой уровень, базовые потребности предыдущего уровня, они должны быть покрыты. То есть если человек не покрыл базовую потребность, там, я не знаю, в безопасности, в том, чтобы у него был сон, кровать, еда, и дом, и вот безопасность того, где он находится, он не будет думать там о любви, о литературе, о искусстве, о прекрасном, потому что есть какие-то другие потребности, которые нужно покрыть. То есть если человек, например, не устроился на работу, не реализовался, у него не будет понятия, что такое настоящая дружба, то есть у него не будет вот этих вот абстрактных понятий, потому что он до этого не дорос. То есть все должно идти поступательно. Здесь вот об этом, здесь не то, что вот я хочу кого-то там оскорбить, но здесь просто душа находится на таком этапе, что сейчас об этом задумываться еще рано. И это было бы и неэффективно. То есть даже если бы вы, как говорится, ну за уши если притянуть, то все равно ничего бы нехорошего из этого не получилось. Вы так или иначе, то есть неважно, куда вы двигаетесь, так или иначе вас приведут на тот путь, на тот урок, который вы должны пройти. Вы можете перепрыгивать, вы можете бежать вперед под ровоза, но в любом случае вас будет возвращать назад, потому что ну вот надо пройти. Вот то, что вам нужно пройти, вы от этого никак не убежите, от этого. Так, позиция номер три. Зелененький камешек. Сегодня такой быстренький расклад получился. Тройки. Что вам не дает процветать? Есть ли что-то, что не дает процветать? Семерка жезлов, десятка жезлов. Что-то вы здесь тут закрываетесь от чего-то, с чем-то боретесь, что-то отстаиваете. Что-то какая-то здесь, что-то выражение, что-то здесь борьба какая-то. Борьба с кем-то, с чем-то вы тут воюете. Что-то хотите для себя прояснить, понять, разобраться. Здесь есть какие-то дела, которые нужно доделывать, прежде чем пойти во что-то новое. То есть вы пока находитесь вот тут. Прежде чем поставить себе какую-то цель, будете двигаться дальше, пока находитесь вот тут. Что это за обязательства, которые не дают вам процветать? Как будто бы здесь нет какого-то вот, я не знаю, успокоения, что ли. Здесь нужны перемены. Здесь нужно разрушать стабильность. Вот то, что, в принципе, есть у троек, и они это не любят делать. Знаете, как-то вот вроде бы нравится вам как-то развиваться, да, что-то делать. Но есть какая-то область в вашей жизни, какая-то сфера, которую вы держите всегда статичной. Потому что она как будто бы придает вам чувство безопасности. То есть вот, ну я не знаю, допустим, я развиваюсь там на работе, да, либо в сфере интересов, хобби, да, но при этом вот дома у меня должно быть все стабильно. Пускай это будет там не очень-то хорошо, либо что-то меня будет не удовлетворять, но там должно быть все стабильно. То есть вот какое-то, знаете, ощущение какого-то тыла. И вот этот тыл, он не развивается. Вот он как-то начался, как говорится, в сороковом году, да, либо там в двадцатом году. Вот так вот на протяжении там столетия он и будет такой. Не меняется. Здесь ощущение того, что вот вы какой-то груз тащите за собой, и этот груз, это вот, вот это какая-то стабильность. То есть я вроде как-то хочу идти в ногу со временем, да, но при этом я не хочу использовать в своей речи, например, ну условно говоря, какой-нибудь там жаргон, да, либо речь, которую использует молодежь. То есть я хочу вот как-то идти в ногу со временем, разговаривать, допустим, с молодыми людьми, но разговаривать не на их языке, а на языке художественной литературы, например, то, как писались там, я не знаю, романы восемнадцатого века. И вы понимаете, что, ну вот, как бы вы ни шли в ногу, как бы вы ни хотели, а вам придется речь поменять, да, либо, например, вы не можете, как это, адаптироваться, допустим, под молодежь, да, тоже такой жаргон, да, косить под молодежь и при этом иметь кнопочный телефон. Ну, во времени, не знаю, во времена, когда есть там всевозможные смартфоны, использовать, например, там, по старинке какой-нибудь кнопочный телефон. Почему вы не можете? Ну, потому что нету синхроничности, вы, то есть вы можете говорить, что угодно, но по времени вы не будете синхронизированы, вы все равно вот как-то отстаете. Здесь есть что-то такое, там, не знаю, например, я хочу быть стильно одетым, да, но при этом вот я не хочу экспериментировать, а хочу вот из того гардероба, что у меня есть, да, пригласить стилиста и сказать, вот не надо мне никаких новых одеяний, а вот то, что вот у меня есть, из этого сделай меня стильным. То есть, как-то здесь не совсем уместно, да, то есть, либо ты рушишь какую-то свою стабильность, да, либо ты остаешься в ней, ну, то есть другого не дано, ты не можешь как-то вот стабильность, да, квадрат сделать круглым, ну, ты не можешь. Ну, в теории, конечно же, да, но на практике, ну, если это квадрат, это будет квадратом, если это круг, это круг, То есть квадрат кругом не может превратиться, встать. А вот здесь вот вы что-то такое. Вот вам это тяжело дается. Что еще вам тут тяжело дается? Вот вы хотите, да? Вы хотите, я хочу любой ценой, вот как будто бы вы про это говорите, да? Двигаться вперед. Я как будто бы иду к процветанию. Но на самом деле вы... Не знаю, как будто вы полагаетесь на судьбу. Здесь такое ощущение, что вот самостоятельно вы не можете. Потому что есть вот какой-то груст. То есть знаете, как это? К ногам привязаны булавы, такие тяжелые. Вот вы двигаете, двигаете, и вам говорят, если ты хочешь научиться быстрее ходить, тебе надо сбросить эти оковы, эти булавы. А вы говорите, не-нет. Мне их там вот в детстве ходили, они важны для меня, я не буду от них избавляться. И при этом вот вы как-то вот надеетесь на то, что, не знаю, сама судьба вас, вам даст какой-то шанс. Какой шанс вы хотите от судьбы? Ну вот, чтобы прийти изобилие. То есть понимаете, вот вы сами что-то сделать не хотите. Опять же таки, не потому, что здесь вроде бы желание есть, но скорее всего способ достижения, которым вы пользуетесь, он устарелый, он не будет давать тех результатов, которые вы хотите. Но и от этого способа вы не хотите отказаться. Допустим, да, вот мы делаем сейчас расклад на картах Таро. Можно ли считывать пространство без карт Таро? Конечно. Но здесь получается так, что и это было бы как-то более уже современно, то есть через какой-то период, так или иначе, в процессе развития ты приходишь к тому, что можно считывать из пространственной информации без Таро. Вы говорите, нет, я хочу считывать информацию из пространства, но чтобы это было вот именно Таро, а считка, чтобы она была вот такая вот обновленной версией. Вам говорят, обновленная версия, она должна быть без Таро. С Таро это будет старая версия. А вы говорите, нет, я тогда поменяю просто колоду. Вам говорят, да какая разница, на какой колоде ты будешь говорить, да? Будет это Маккарта, будет это Оракула, либо это Таро, либо Норма, либо еще что-то. Это все равно использование инструмента. Если ты хочешь перейти на уровень выше и считывать информацию с поля без карт, значит тебе надо без карт. Понимаете, да? А вы нет. Вот я хочу и считывать, и с картами можно ведь? Да, конечно, можно, но это уже устарелый метод. Вот здесь какая-то такая информация, и поэтому идет. И вы ждете, что, типа, знаете, здесь еще такое недоумение, вы говорите, ну я же что-то пробую, я же что-то делаю, почему я не получаю тех результатов, которые я не хочу, почему я не прихожу к процветанию. Вы не придете, потому что, знаете, как это, грязные носки, если ты их не снимешь, не постираешь, то неважно, если ты будешь менять с правой ноги на левую ногу носок, либо с левой на правую, они все равно останутся грязными. Вот здесь примерно такой же вариант. И вот вы, знаете, меняете один носок с одной ноги на другой, левой на правую, левой на правую, и говорите, ну почему я не получаю чистые носки, вам говорят, потому что их надо просто взять, снять, избавиться от них, либо купить новые, либо постирать эти. Вы меняете носки и говорите, ну где ж ты судьба, где ж ты, дай мне тот шанс, чтобы носки стали чистыми. Ну окей, возможно, это какое-то волшебство. Но здесь что-то такое. Есть еще какие-то комплексы. Ну вот стабильность, вот это вот ваша стабильность, не расторопность, не отсутствие гибкости, недостаток вот этой вот эластичности, какой-то вот пружинности. То есть здесь идет закостенелость, вот холодность, закостенелость, категоричность, да, в чем-то. То есть какие-то рамки, рамки, правила, которые были установлены. Их надо менять. Да, что-то новое, нужно учиться по-новому. Здесь проблема не в том, что вы что-то не знаете, а именно в вашем видении, в вашем подходе, что вы хотите старое, не отказываясь от старого, а получить что-то новое. Вот это вот вам мешает. Вот такое вот было у нас сегодня. Экспресс могу сказать расклад. Кстати, забыла сказать в самом начале, что идею к раскладу подала в Телеграме мне Лариса, за что я ей благодарна. Вы тоже можете в комментариях писать идею к раскладам, если хотите. А я с вами попрощаюсь, пожелаю всем прекрасных выходных, жду вас на близконсультации, кто придет. Всего вам самого наилучшего, всем пока-пока.